Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Давайте покажу еще одно хорошее предложение. Я вам показал квартиру в соседнем доме 45 квадратных метров с тремя окнами, которые планируются в евро-двушку. Две изоливерные спальни полноценные и полноценная кухня-гостиная. Сейчас мне хочется вам показать квартиру 45 квадратных метров, либо 44. В общем, цена 65 тысяч рублей за квадрат. И стоимость данной квартиры составляет, ни много ни мало, 2 миллиона 850 тысяч рублей. Сразу говорю, тоже вы можете ее увидеть где-нибудь в объявлениях гораздо дороже, потому что многие риэлторы на вторичках зарабатывают столько, сколько им хочется. Здесь я поставил цену адекватно. Да, здесь есть комиссия, но она не такая большая. Да, и в целом я считаю, что за эти деньги, да, это хорошее достоинное предложение. 2 миллиона 850 тысяч за 45 квадратных метров. Если, например, мы сравним с предыдущей квартирой, которую я заснял, кто-то из вас скажет, Макс, ну эта квартира как бы вроде меньше. Ребят, я с вами согласен, она меньше, потому что здесь есть шикарный балкон. У той квартиры нету балкона, поэтому там вся площадь полезная. Здесь балкон имеется. В итоге что мы с вами видим? Вид примерно такой же, как и у предыдущей квартиры. Вид на горы, да, вид идет на улицу Альпийская. Зато здесь хороший, есть полноценный балкончик. Ну реально классный балкон. Если бы я брал бы эту квартиру, то скорее всего я бы взял бы и эту стенку убрал бы и сделал бы здесь просто в пол, в полостекления, и получилось бы довольно-таки все неплохо. Это у нас типовая, однокомнатная, полноценная, как вообще обозвать, квартира. Почему полноценная? Потому что здесь мы можем сделать хороший полноценный санузел, хорошую полноценную кухню, и, конечно же, здесь у нас большой получится зал. Можно, конечно, распланировать и по-другому. Можно вот в той стороне сделать отдельную спальню, ребята, вот смотрите. А вот именно с этой стороны сделать кухню-гостиную, такую огромную кухню-гостиную. Еще раз повторюсь, если бы делал ремонт, скорее всего я бы взял бы, видите, это у нас не несущее, я бы взял бы и у нас это все вынес бы. Не так это дорого получается, но застройщик дает на это добро. Теперь, 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 теперь. Оформление происходит квартиры. На квартиру есть право собственности. Оформляем мы эту квартиру. Кто-то скажет, что это не квартира, это жилое помещение. Да, мы оформляем это жилое помещение, у которого есть адрес, у которого есть все подключенные коммуникации, при этом они все центральные. Мы оформляем сразу на вас, и все. Сразу, чтобы вы понимали, эта цена 65 тысяч рублей за квадратный метр. Если же мы посмотрим соседние строечки, которые у нас заморожены стоят, и даже если посмотрим соседа принц, который у нас стоит, вот в этих домах 100 тысяч рублей за квадратный метр, расстояние 30 метров, здесь 65 тысяч. Конечно, если кто-то ко мне будет обращаться с просьбой подобрать что-нибудь, какую-нибудь стройку по 65 тысяч рублей за квадратный метр, я могу сказать, что мы можем с вами приобрести только где-нибудь там в Лазаревском и так далее. Здесь же вы берете и покупаете квартиру. Да, пускай может быть не тот район, который вам хочется. Да, может быть, скажем, это гетто, такие домики и тому подобное. Да все, что угодно можете говорить. Но я знаю одно. Эш, привет! Да, и я могу сказать одно, что по мне лучше, как я в свое время купил мелодии леса, да, а брат купил у нас в стройку, да, у нас был бюджет одинаковый, 2 миллиона, но он за 2 миллиона выбрал стройку поближе к центру, получил расположение, а я за 2 миллиона выбрал, да, подальше от моря, 4 километра, мелодии леса и так далее. В итоге я в этой квартире жил 3 месяца, сделал ремонт и продал ее с большим плюсом. Но брат, в свою очередь, это был его выбор. Он сейчас ждет, когда все-таки дом достроится. Прошло уже 2 года. То же самое и у вас. У вас всегда есть выбор. Вы можете взять какую-нибудь стройку и ждать, а можете взять готовую. Да, готовая и похуже, да, готовая. Но это как новая машина. Вы взяли новую машину и понимаете, что, блин, все, у вас есть гарантии и так далее. То же самое квартира, которая с документами, которая построена дома и так далее. А можете взять за эти же деньги бушный какой-нибудь автомобиль. Да, ну, давайте я уже отвлекусь немножко. К примеру, сейчас ко мне приходит джип, который называется Grand Cherokee. 2014 года с Америки. Или 2015 года с Америки. Я не знаю, что с ним было. Он стоит 2 миллиона рублей. Да, и в принципе, посмотрю фотографии, все хорошее, все. Посмотрим, что получится по факту. Перед Новым годом должен прийти, обязательно сниму сюжет. А за 2 миллиона можно, например, купить у нас Kia Sportage. Ну, класс, конечно, разные автомобили. Ну, если, например, вот брать меня, да, вот, например, я этот Grand Cherokee буду продавать однозначно. Я себе оставлять не буду, потому что мне просто нужно было выдернуть свои деньги. У меня других вариантов нет. Я за 2 миллиона пускай возьму лучше машину, которая будет, там, не знаю, там, классом ниже, но она пускай будет новая с документами и так далее. То же самое я отношусь и к покупке квартиры. Да, по мне лучше я возьму в этом районе квартиру 45 квадратных метров за 2 миллиона 860, чем я возьму и, к примеру, вложусь в стройку в Дагомысе, к примеру, Дагомыс парк, да, по 90 тысяч рублей за квадратный метр, и я смогу там приобрести непонятно что и непонятно, когда оно должно быть сдано. Даже матерые застройщики умудряются у нас брать и вовремя не сдавать объекты. Ну, к примеру, Босфор еще не сдали, да. И могу привести таких примеров очень-очень-очень даже много. Поэтому, ребят, это, да, синица в руках. Стройка какая-нибудь, опять же, по цене 65 тысяч рублей за квадратный метр вы не найдете хорошую стройку. Это журавль где-то не то, чем в небе, где-то там в космосе, вы понимаете. Поэтому, если у вас есть голова на плечах, то я рекомендую присмотреться к данной квартире. 65 тысяч рублей за квадратный метр. Хорошая, типовая, однокомнатная квартира. И это полноценная квартира, в которой уже можно жить. Я открою маленький секрет, сейчас не буду говорить все. Не открою, не буду открывать секреты. Многие живут в Сочи в 30 квадратных метрах, им хватает семьей. В 45 квадратных метрах можно уже разместиться, уже и с ребенком, уже полноценно можно жить. Ремонт в данной квартире будет примерно 700 тысяч рублей, полностью, чтобы сделать нормально. Рядышком, рядышком, вот этой стеной, живут мои покупатели, Светлана. И я их видел, они довольны. Вот такие вот соседи, они довольны. И на тот момент они, да, купили квартиру такую же, примерно за 2 миллиона 400 тысяч, они купили за эти деньги. И они довольны. Тоже бы у нас был вариант взять в строй какую-нибудь войти или взять уже готовое жилье. Она выбрала готовое, и она не прогадала. Она живет уже полгода. Сделали ремонт, она живет с мужем, все нормально, все хорошо. А есть целая куча ждунов, которые ждут, когда же достроится данный жилой комплекс. Не этот, а другой. Все, ребят, вам всем хорошее настроение, побольше позитива. Верх Светланы, 45 квадратных метров, 2 миллиона 860 тысяч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова